итак работаем с височным нижнечелюстным суставом он находится в сочленении вот если рот открыть его можно прощупать да он находится в сочленении челюстей вот вот здесь вот разминаем его еще чуть-чуть с заходом можно даже на ухо заодно немножко лимфоузел активизируем скачиваем друзья как меня видно как слышно напишите мне пожалуйста я вчета сегодня не вижу ваших сообщений работаем рукой как коромыслом напоминаю и локоть сверху снизу помогаем себе дополнительные усилия даю первый кусочек этого эфира я сохранила насчета я так понимаю что ситуация не поменялась я надеюсь что вы меня видеть ну неважно в любом случае я это делаю для себя первую очередь а кто хочет тот присоединяется конечно когда я это делаю для себя я не даю таких подробных объяснений на движение я делаю все те же самые а теперь проговорим про уши зачем ими двигать собственно говоря и это все имеет отношение ковалу ко второму подбородку который вот у меня в 53 года начал проявляться уже потому что ткани не такие эластичные накапливают жидкость лишнюю к сожалению да потому что собственно это влияние всего организма который не молодеет но что у нас находится вот здесь над ухом но во первых около уха у нас находится лимфоузлы около ушные за ушные у нас вот здесь вот находится слюна и себе железа кстати которую вы можете чувствовать вот когда разминаете височно нижнечелюстной сустав если это делаете прям так хорошо и тщательно если он у вас было спазмирован то вы можете почувствовать что слюноотделение да и болезненное ощущение и слюноотделение это вот как раз слюнная железа на кстати достаточно болезненно и может быть вот поэтому за этим местом нужно внимательно следить и направлять лимфу давай дополнительный лимфоотток себе так вот на духом у нас находится что височная фасция искала рисуночек хотела быстро найти но не нашла для вас вспомним картинки из медицинских атласов лицо расположение мышечного каркаса вот здесь вот у нас такая ракушка красивая расположена это как раз и есть та самая височная мышца височная фасция она у нас отвечает за красивый овал то есть височно нижнечелюстной сустав височная фасция правильная работа лимфоузлов все это отвечает за красивый угол молодости за правильный овал если мы хотим ровный красивый овал создать пациенту или себе то мы работаем вот с этой зоной обязательно бессмысленно прорабатывать только овал это ничего не даст если вы не работаете с височной фасции вот на обучении по массажу я этому уделяю достаточно много времени вот с этим вот местом на поневротическом шлеме мы много работы у нас есть ухо вот возьмите сейчас себя за ухо и попробуйте его в разные стороны потянуть и поразминать будут болевые ощущения у кого-то причем болевые ощущения вот здесь вот внутри раковины да потому что ухо как джойстик если где-то какой-то застой на поневротическом шлеме накопилось лишнее напряжение в пробке в москве вчера простояли в 9 баллов да ну неважно какие были причины проработали с нашей с вами работой косметолога до сутулили сильно или делали презентацию например как я вчера я вчера делала курсу корректировала немножко да потому что 22 ноября кстати хочу сказать 22 ноября запускается следующий поток курса будет третий поток курса по фракционной медицинской вот я эту презентацию и доделала доделала как ли уже на кровати вот так вот спрятав шею до в плечи корректировала презентацию если вы какие-то такие же действия предпринимали и ваши клиенты конечно у вас все спазмировано поэтому сегодня в 10 45 пойдем на массаж спину не будут хорошо разминать то есть когда мы с вами работаем с овалом мы не можем вот эту вот зону никак не проработать мы с вами должны хорошо поработать заднюю поверхность шеи обязательно наши пациенты причем вспомните вот эти растягивающие движения мы вытягиваем шею из головы да и мы работаем обязательно вот с этой зоны вот с этой зоны и с височной фасции как работаем по поводу шевеления ушами кто-то из вас вчера спрашивал в stories зачем шевелить ушами и как собственно шевелить ушами как сейчас покажу а зачем для того чтобы оживить вот эту вот височную фасцию мы когда с вами и прорабатываем руками мы работаем вот таким вот образом мы ее шевелим мы помним про направление волокон да мы пытаемся и сделать более эластичной и ее расшевелить берем в помощь уха ухом тоже шевелим височную фасцию да так вот друзья те кто хорошо двигает ушами долго имеет красивый овал лица что значит двигать ушами не бровями не лбом а именно ушами показываю боком встану возможно там будет лучше видно лоб остается в статике спокойный я надеюсь видно как двигаются уши немножко блин да что ж такое вообще не вижу ваших сообщений я не понимаю что происходит друзья мои мне ничего не двигается я не вижу ваших сообщений очень странная ситуация за что я сейчас вам хотела задать вопрос видно как я двигаю ушами а вы бы мне написали нет не видно или нет видно сейчас я не понимаю поэтому пожалуйста напишите в комментариях к этому посту раз опять какая-то у меня странная накладка что происходит с инстаграмом не знаю и так овал лица у нас зависит от того насколько хорошо мы проработали фасцию кстати обучение по массажу будет 28 ноября москве мы будем там работать вот эту фасцию подвигали ушами вот так вот это выглядит лоб в статике когда я двигаю ушами то есть уши двигаются могут кончики бровей немножко подвигаться но лоб спокоен как этого добиться года тренировок друзья пробуйте двигать ушами теперь прорабатываю вторую сторону височная фасция обязательно ее шевелим прям вот как бы складочки вот такие вот собираем из височной фасции она должна быть эластичная и подвижная она не должна быть застойной от этого кстати и главные боли но они не только от этого но тем не менее ухо лимфа ну теперь просто 10 раз подтягивание вниз а раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять и теперь просто все ушко такими перебирающими движениями разминаем будем кожу просыпаем организм дальше вот я прям чувствую вы должны чувствовать что хочет ваша кожа вот вы выстроили правильно весь организм я сейчас чувствую что у меня сзади застой то есть вот здесь вот у меня все уже разогрето а сзади мне еще застой значит мне нужно размять вот или эту зону то есть прислушивайтесь вам организм будет подсказывать где ему нужно пошевелить лимфу шевелим вообще-то апоневротический шлем у нас должен двигаться по-хорошему где-то на один-два сантиметра во все направления туда-сюда вверх вниз справа влево шевелим улучшаем микроциркуляцию оживляем а работу лимфы помогаем морщинкам на лбу не образовываться я вчера говорила да как они появляются ну вот мы сегодня что с вами сделали поработали с нижней третью и еще работа я поработала с глазками с глазами я поработала фракционной мезотерапии в самом начале но работала только с глазами сейчас еще поработаю с глазками потому что это моя основная проблема хотела бы я от вас получать обратную связь о том какие у вас у ваших пациентов основные проблемы но не могу что-то сегодня я не вижу ваших сообщений для того чтобы покачать лимфу периорбитальной области работаем с носом губы сегодня не трогаю обратить внимание нос при этом дышим то есть вдыхаем и выдыхаем нормальном режиме желательно животом и поверху тоже пройдемся поверх брови скачаем можно вот такое вот движение делать захватывая лимфоузлы соответственно с носом поработали теперь с глазками перед этим я там работала дермопеном с нано-картриджем кожу под глазами не растягиваем состава там должно быть достаточно то есть мы с вами крутим малый лимфодренажный круг точку красоты захватывая ну вот моим губам хочется чтобы я их немножко проработал я прям чувствую поэтому я это сделаю можно применять интравукальный массаж да если вы чувствуете что вам недостаточно у меня здесь лимфозастой достаточно часто бывает из-за спазмированности а спазмированность может появиться из-за травмы из-за проблем с зубами у меня она появилась знаете из-за чего когда-то я попробовала сделать нитки и мне доктор когда делал очевидно задел слюнную железу травмировал а никакая травма просто так в организме не проходит соответственно следствие этого у меня вот случился неприятный вот этот вот момент там спазмирование и я не очень давно обнаружила кстати вот почему у меня вот эта асимметрия если вы приглядитесь к своим пациентам вы увидите что очень часто многих вот здесь вот такой как шарик из лимфы да а потом что это за собой тянет это брыли за собой тянет соответственно нужно или нет прорабатывать зону второго подбородка вот прям непосредственно прямую нужно но если вы не будете прорабатывать височную зону и работать с ушами это будет бесполезное действие но на всякий случай напоминаю хотя все кто у меня обучался по массажах не уже знают что если вы имеете очень выраженный лоб с мимическими морщинами то надо обязательно работать подбородок потому что если хорошо проработаете подбородок то лоб будет разглаживаться постепенно потому что именно на подбородке у нас купится очень большое количество ненужных эмоций так друзья мои не очень тяжело вести эфир то что я не вижу ваших откликов поэтому пожалуйста все кто был сегодня на эфире дайте свои комментарии не лайки а комментарии под постом я сохраню этот эфир и хочу от вас увидеть комментарии потому что я знаю что мы все ленивые посмотреть это можно получить пользу и поработать это можно а вот дать какой-то отзыв и комментарии о это вот что-то время занимать я потом напишу и так далее но я посверю я знаю что если вы получили пользу от этого эфира то вы мне напишите какой-то комментарий сегодня был последний день завтра делать не буду мне осталось несколько дней я хочу отдохнуть отдохнуть эти несколько дней в пятигорске перед тем как я уеду в москву в этот дурацкий локдаун напоминаю только что начинаем мы всю работу с разминания лимфы в области груди да вы это помните я показывала на первом эфире мы постепенно поднимаемся выше но каждый раз мы делаем вот это вот лимфодренажное движение мы обрабатываем скальп если у вас нет времени вы очень торопитесь просто разотрите себе простучите себе весь скальп прям проработайте его да и уши в принципе если вы очень торопитесь то этого будет достаточно до буквально три минуты и все и грудную клетку расправить немножечко с этим поработать и у вас день будет хорошим поэтому но сейчас я с вами прощаюсь да забыла сказать что сегодня открываются продажи на курс по фракционной мезотерапии самые первые успеют на очень лояльные цены потому что цен будут повышаться к моменту открытия курса курс откроется 22 числа и группа будет очень маленькая что еще хотел сказать обучение по массажу 28 ноября практику для начинающих по фракционной мезотерапии где мы будем работать и на на картриджем игольчатым картриджем научимся работать дермопеном будет по моему 18 ноября точно не помню посмотрите в посте пожалуйста кому это интересно я забыла всем хорошего дня